Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Эко Котя Лайф. Меня зовут Екатерина, мне 45 лет. И на своем канале я рассказываю о процедуре Эко, о том, что с ней связано, а также делюсь с вами своей историей и показываю свою жизнь. Итак, кто за нами следит, кто следит за мной. Я болею ковидом, болею омикроном, соответственно, штаммом ковид. И сегодня у меня получается, я болею со 2 февраля, и сегодня у меня получается где-то 11 день болезни. Болезнь протекала волнообразно, то есть было две волны, между ними одно затишье. Кстати говоря, подписчицы мне написали, во-первых, очень многие болеют со зрительницей, болеют своими семьями, и написали, что у многих было именно с двумя волнами, а кто-то написал, что у кого-то было даже с двумя затишьями и с тремя волнами, так сказать. Что, конечно, пугает. Не хочется с третьей волны. Кстати говоря, вот этим и отличается ковид от простого там АРВИ или того же гриппа, что он прям очень-очень долго сидит в организме, и никак его оттуда, так сказать, не хочет уходить. Вот. Что касается мужа, ему уже легче, он на антибиотиках, антибиотики, ну, как сказать, назначили ему мы сами, потому что мы вызвали врача по номеру 122, потому что ему было плохо, он не мог идти в поликлинику. И, значит, пришло сообщение вечером, что врач у вас будет завтра. Потом перезвонил, перезвонила женщина, ему показалось, что это врач, но в итоге это оказалось медсестра, а не врач. Вот. На следующий день она пришла, хотя мы ожидали врача. Вот. Пришла медсестра, ничего не говоря, значит, взяла мазок и так же ушла. Все сказали, что врач болеет, никто к нам не придет. И в итоге так никто и не пришел, да. Насчет бесплатных лекарств. Очень многие пишут, что должны принести, что в Москве приносят лекарства противовирусные, еще какие-то на дом. То есть там одна упаковка 5000, даже приносят по две. Упаковки здесь, значит, как я и говорила, значит, я спросила в поликлинике, мне сказали, что они кончились там неделю или две назад. Также мы спросили у медсестры, она сказала, что узнает и если что принесет, а так их нет. В общем, все позаканчивалось. Так что я ему даю те же антибиотики, что и себе. Естественно, температура от них стала в норму, да, снизилась. Но, сейчас немножечко кожу выпущу. Но болит еще очень сильно горло. Вот, и, значит, ну, каши, соответственно, каши меньше, конечно, но в основном меньше он у меня, потому что я иду вперед на один день. У меня сегодня будет четвертый день приема антибиотиков, у него третий день приема антибиотиков. Вот такие дела. Кстати говоря, результат мазка, результат мазка на ковид. Сейчас, подождите секунду. Результат мазка на ковид, который мы взяли. Не вчера, а позавчера. Нет, вчера у него, правильно, все, я уже запуталась. Он до сих пор не пришел. То есть, если мне он пришел на следующий день здесь, как бы, может, исходя из того, что сегодня суббота, возможно, вообще придет понедельник, да. То есть, ни на госуслугах, никакой смс-ки до сих пор нет. Ну, понятно, что у него то же самое, что у меня. И в любом случае, если придет отрицательный, это просто действие препаратов, так сказать, которые там заглушили. Плюс он еще пополоскал горло. Он же не знал, когда там придет эта медсестра, да. И вообще он ждал врача, как бы, а не медсестру. Вот. Обычно первый приходит врач, ну, как вот у нас в тот раз было, да, с ковидом. А потом уже на следующий день приходит медсестра брать этот мазок. В общем, ну, состояние у меня, конечно, лучше, но все время хочется спать, то есть спишь. Вот. Ну, силы есть, но вот такой голос идет заложенный, что характерно для ковида, да. То есть, такой голос в нос, хотя уже такого, по сути, насморка-то и нет, да. Горло у меня намного меньше болит, практически не болит. Ну, вот идет опухлость какая-то, как лимфузы или что, и вот болят суставы у меня. Вот. У меня болит плечо, как-то шею не повернуть. Вот. Ну, и кашель такой лающий продолжается, но уже значительно-значительно меньше. Так что вот такие у нас дела. 15-го иду к врачу. Надеюсь, уже в состоянии встанет выше, потому что 15-го это вторник. И хочу уже, тьфу-тьфу-тьфу, если не будет никакой третьей волны, хочу уже 15-го выписаться, чтобы 16-го как раз у меня в смену выйти уже на работу. Вот. Что касается протокола, что я решила, буду смотреть по своему самочувствию. На самом деле, я еще должна была позавчера бросить уже Прогенову и бросить Утражестан. То есть на 25-й день цикла, это было у меня 10-е февраля, я должна была последний раз как бы принять препараты Утражестан, Прогенову. И уже, соответственно, с 11-го февраля и бросить. Я еще продлила на день. Продлила из-за того, что я понимаю, что у меня ковид. И чем позже цикл начнется, тем лучше. Сегодня я думала тоже еще как бы принять, но потом как бы решила, думаю, наверное, это будет не есть хорошо, да. Одно дело на день продлить, другое дело там уже больше какой-то самодеятельностью заниматься. Вот. Так что я сегодня уже все бросила. И у меня обычно, ну, это не цикл называется кровотечение, отмены. Потому что, значит, полностью был цикл на ЗГТ, то есть на заместительной гормональной терапии. И как бы через 2-3 дня у меня обычно это кровотечение, отмены приходит. Вот. Соответственно, это будет, если сегодня 12-е число, то это будет там 14-го, 15-го, да. Ну, посмотрим. Может быть, как-то скажется, кстати говоря, болезнь. Потому что болезнь серьезная достаточно. Может это еще тоже чуть-чуть отодвинуть. И, значит, мне надо первый день связаться по WhatsApp с врачом, либо там с колл-центром. Ну, скорее всего, я на WhatsApp напишу своей врачихе. Ну, врачу. Вот. И она мне уже назначит там на 2-3 день УЗИ. Я уже буду как бы, это уже будет там, я так понимаю, что 16-е, 17-е число. И я буду уже выписана. Плюс уже пройдет 7 дней как раз с того анализа, да. И мне врач в клинике сказал, что через 7 дней вы будете считаться стерильной, что у вас никакого ковида нет. То есть я уже смогу как бы с чистой совестью. Тем более я вообще болею со 2-го февраля, так скажем. Вот. У меня уже будет даже не 7-й день, а неизвестно какой. Вот. Я смогу с чистой совестью уже передвигаться, выходить на работу и поеду в клинику. Вот. Так что такие дела. Все. Я бросила гормоны. Вот. И буду сейчас ожидать начала цикла. И естественно, у меня какая-то там возникнет еще третья волна. Естественно, я врачу сообщу и буду долечиваться, да, там каким-то образом. Ждать, пока это все пройдет. Многие подписчицы мне пишут, что кашель продолжается долго, еще через 3 недели. После того, как они переболели. Вот. Ну, будем, в общем, будем смотреть по ситуации. Почему решила все-таки, скорее всего, пойти? Потому что многие мне написали, что сниженный иммунитет, это как раз играет зачастую на руку. Даже есть несколько человек, которые делали перенос на ковид, и у многих беременность наступила. Вот. Потому что иммунитет, он воспринимает эмбрион как чужеродное, как бы, тело, так скажем, да, и пытается от него избавиться. Но это по природе так, да. Поэтому, когда ты болеешь, иммунитет снижен, это как бы, ну, плюс антибиотики я принимала, это как бы считается на руку. Плюс, что я подумала, что часто назначают за цикл, ну, перед переносом, в предыдущем цикле гистероскопию, после которой всегда назначаются антибиотики, да, порядка, там, 5-7-10 дней, кому как. Вот. И сразу на следующий цикл пытаются сделать перенос, так считается наиболее эффективно. То есть, наоборот, антибиотики, они как бы подавляют хронический эндометрит, да, и, как бы, в общем, я думаю, ничего страшного от этих антибиотиков. Может, они как-то на руку даже и сыграют. Вот такой у меня план, вот, то есть, в феврале, дай бог, что вступлю, и я так понимаю, что в марте, там, ну, если все нормально, да, в районе, там, 10-го, наверное, примерно, тут в феврале просто 28 дней, мне еще не просчитать, все зависит, конечно, от того, когда начнется цикл. Ну, в районе, там, 10-го, 11-го, 12-го, я думаю, что, если все нормально, то будет перенос. Вот. Вот, также я планирую заняться физиотерапией с 4-го-7-го дня цикла, ну, это зависит, как закончится, соответственно, и будем пытаться, там, нарастить эндометрии. Если он не будет наращиваться, будет тоже, вот, в районе 7, значит, буду, буду настраивать, чтобы переносили на 7, потому что смысл, да, то есть, вот, впихивать эти себе дозы гормон без конца, да, во-первых, это и, как бы, и по кошельку, ударяет, но больше всего меня волнует, конечно, мое здоровье. То, что даже сам врач сказал, когда я спросила, ну, то, что мы гормоны принимаем, даже в крио, там, то, что отменяют, она говорит, ну, это, конечно, не есть хорошо, то есть, сам врач-реподуктолог. Никому эти гормоны, как бы, не на пользу. Вот, так что, вот, такой у нас план. Ну, сейчас, конечно, первоначально это поправится. Ой, слушайте, многие, конечно, мне девочки написали, тоже расстраиваюсь. Просто понимаю их чисто, потому что мы все в одной лодке находимся, что заболели в протоколе, либо, там, мужа обнаружили ковид, ну, перед протоколом, да, то есть, заболели перед переносом, сняли, 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 квота пропала. В общем, это, конечно, да, это очень печально, просто нам вот так не повезло, что мы все вот попали в эту эпидемию, в эту, как бы, вторую волну, когда все поголовно болеют. И, конечно, я сочувствую, да, ну, ну, как бы, как сказать, ну, вот так вот получилось, так сказать. Никто не ожидал, что в 21 веке на нас свалится вот такая беда, да, и мы вот будем ждать, жить постоянно вот в этих эпидемиях, вот в этих новых штаммах, в этих новых волнах. Вот такая на нас на пасть свалилась, то есть, это, как бы, общая беда, поэтому, конечно, обидно, но, что уже случилось, то случилось, ничего с этим не сделать. Также хотела вам рассказать о таком интересном факте. Сегодня с утра у меня одна из моих подписчиц, с которой мы плотно переписываемся, плотно общаемся. Анастасия сбросила, ну, как бы, пост со странички Инстаграма одной из клиник о том, что, значит, ну, мы уже с вами обсуждали искусственную матку, все такое, что ведутся разработки, что в китайском городе, сейчас, минутку, в китайском городе Суччжоу, да, в университете биомедицины, инженерии, все-таки вот изобрели уже, так сказать, искусственную матку, и она уже работает на зародышах мышей, то есть они уже полностью от и до, значит, выращивают эмбрионов, и потом, соответственно, маленькие мышки рождаются, да, значит, это специальная такая система, это ряд больших контейнеров, наполненных специальной жидкостью, близкой к околоплодным водам. За развитие эмбрионов следит няня-робот, искусственный интеллект о необходимости, связываясь с человеком, то есть он отслеживает температуру, отслеживает состояние каждого эмбриона, проверяет показатели и так далее. Ежечасно происходит измерение температуры, проверка соотношения гликислого газа и кислорода, концентрация питательных веществ, и, значит, все это происходит автоматически без участия человека. А это значит, что в перспективе система будет способна выращивать одновременно тысячи эмбрионов, моментально выявляя у них зараждающие проблемы со здоровьем, да, то есть потом в будущем эта система, они хотят, чтобы эта система еще отбраковывала как бы нежнеспособные эмбрионы, следила за их здоровьем. Значит, кстати говоря, опыты по искусственному выношению зародыша животных, помимо Китая, также проводятся в детской больнице Филадельфии, институте Вейтсмана в Израиле. То есть у них, видимо, идет конкуренция, кто первый, да, изобретет. Я так понимаю, что на человеческих эмбрионах, значит, это все запрещено законом, но как заявляют разработчики, потенциально такое устройство может выходить человеческий эмбрион. Значит, ну такие эксперименты пока запрещены, и в скобках написано, это уже выдержка из другой статьи, что, впрочем, не останавливает некоторых ученых. Что могу сказать? Что могу сказать, значит, что мне кажется, что уже такие исследования ведутся. Я не знаю, вот тем более, что касаемо китайцев, вы сами понимаете, с этим коронавирусом и со всем, явно там уже и, ну, это мое мнение, но мне кажется, уже с человеческими эмбрионами тоже все опыты проводятся. Вот, а потом это все, не знаю, как они там обставят. Вот, но, скорее всего, к этому все и идет, и для этого именно все это и разрабатывается, и проверяется на животных. Вот, так что так, все, наука не стоит на месте, искусственная матка уже есть, мышек уже она вынашивает и как бы рождается там здоровой особи. Естественно, необходимо еще многолетние опыты, что с этими мышками потом будет, так сказать. Но, понятно, что уже эта технология, она как бы за ней будущее, она будет использоваться, так скажем, да. И вот вопрос в том, кто там первый, Израиль, Америка или Китай, все это с эмбрионами человека озвучит, и как бы за кем будет это первый ребенок, который будет рожден с помощью так называемого вот этого робота, не робота, а вот этой системы, да, которая в народе называется искусственная матка. Вот такие новости я поделилась с вами, да. Сейчас, чтобы тоже поднять вам настроение как-то, я размещу видео, которое я снимала как раз, когда у меня было затишье в заболевании, да, несколько дней буквально между первой и второй волной, когда я чувствовала себя хорошо. Это запеченная тыква. Мне, кстати, порекомендовали ее, тоже одна из подписчиц, и так как у меня тыковка была, с собственного огорода еще, я думаю, никогда такого не пробовала, там какие-то каши с тыквой, да. Вот, сырую я тоже не рискнула есть, хотя рекомендовали, да, для эндометрия. Ну, я думаю, запеку, попробую. Вот, и сейчас как раз я вам ставлю видео, как я запекала эту тыкву. Дорогие друзья, всех была рада видеть. Пишите свои комментарии, пишите, как у вас проходят протоколы, кто в протоколах. Что вы думаете все-таки по поводу моего вступления в протокол? Помогут ли мне антибиотики? Поможет ли мне сниженный иммунитет? Или как бы это не очень хорошая затея? Вот, что вы конкретно думаете. Вот, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И все, пока-пока и до новых встреч! Дорогие друзья, хочу показать, что я сейчас делаю. Наконец-то руки у меня дошли до тыквы. Она у меня долго лежала. Это тыква собственного огорода. Вырастила моя мама. Так я и не рискнула ее есть сырую, хотя девочки советовали, что едят. Для роста эндометрия я покупала в магазине тыквенный сок, детское пюре тыквенное. У меня своя лежала. Вот, сейчас немного болею, есть время. И одна из подписчиков мне посоветовала, что они запекают тыкву в духовке с сахаром и потом едят, запевая молоком. И это очень вкусно. Я тоже прошерстила интернет, нашла там много рецептов. Действительно так готовят. Вот, сделала небольшая у меня такая форма. Совсем немного у меня поместилось этой тыквы. Если понравится, я уже все сделаю. Вот, значит, необходимо почистить, нарезать кусочками достаточно крупными. Залить водой, где-то 3-5 миллиметров, чтобы не вся она помещалась, а внизу именно была водичка. Посыпать сахарком немножко и на каждый кусочек тыквы положить кусочек сливочного масла. Сейчас я сделаю это и покажу вам. Итак, я залила тыкву водичкой. Тут, наверное, видео не видно, но тут как бы на дне, вот видите, водичка. Посыпала сахарком каждый кусочек и положила по небольшому кусочку сливочного масла тоненькому. Вот, я не очень люблю сливочное масло, поэтому как бы по минимуму. Вот, теперь разогреваем духовку 200 градусов, можно заранее это сделать, и отправляем, там написано, от 25 до 40 минут. Подписчица мне сказала 25 минут, если я правильно запомнила, да. У меня кусочки, тыковка небольшая совсем, да, вот смотрите, кусочки тоненькие, поэтому я думаю, что 20-25 минут будет достаточно. Дорогие друзья, в общем, делала я тыкву не 25 минут, как сказала, все 40-45 минут. Показалось, что через 25 минут она у меня какая-то сыроватая, вот, и не знаю, может быть, я сейчас ее передержала. Скажите, кто понимает, в печеной тыкве. Вот, вот сейчас только я ее вынула, она горяченая еще, вся шипит, остынет. Попробуем, скажу свои впечатления. Так, показываю вам, что вышло. Мы уже все слопали, вот три кусочка осталось. Конечно, я так понимаю, что надо дождаться было, пока она остынет, отправить в холодильник, и потом есть вот такие холодные охлажденные кусочки с молоком, как мне написала подписчица. Мы ее съели просто теплой, очень вкусно, но, вероятно, в охлажденном виде, я предполагаю, что было бы еще вкуснее именно. И с молоком, вот молока не было, сливки дома только есть, поэтому, как бы, со сливками не стали. Вот. Будем еще делать, так что всем рекомендую, особенно, кто находится в протоколе, кто наращивает эндометрий, я думаю, что тыква это большое подспорье, не только покупные вот эти соки, пюрешки, да, но и вот в таком виде ее достаточно много можно съесть. Девчонки, всем рекомендую, в следующем протоколе обязательно буду запекать. Субтитры сделал DimaTorzok,